Имеем одно имя, которое важнее всех тех мирских имен. Имя христианин, христиан, сынов и друзей Божьих, тела Христова. Такое наименование больше всех тех может возбуждать в нас усиленную ревность, приспеяние добродетелей. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования. Помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми, так назвал нас Павел. Будем держаться, держать это в мысли, будем уважать это великое имя. Если некоторые, нося имя какого-либо знаменитого полководца или другого какого-либо славного человека, высоко думает о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считает это имя великим для себя достоинством, и всячески старается о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они те заимениты, то мы, называющиеся по имени не полководца, ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела, ни Серафима, а самого царя их, не должны ли полагать и самую душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Разве вам неизвестно, какой почестию пользуются отряды царских щитоносцев и копьеносцев окружающих царя? Так и мы удостоены быть близ самого царя и даже гораздо ближе к нему, чем упомянутые нами своему царю. Ближе настолько, насколько близко тело к голове. Во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисы имеют норы, и птицы небесные гнезда, Сын же человеческий не имеет, где голову склонить. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это может быть многим, показалось бы, делом трудным и тягостным. Я оставляю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас и тем более удаляться пороков. Я не осуждаю тех, которые имеют дома, поля, деньги, слуг, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом. Каким надлежащим образом? Как следует господам, а не рабам. То есть владеть богатством, а не так, чтобы оно обладало вами. Употреблять его, а не зло употреблять. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь дело раба, а издерживать дело господина, имеющего на то полную власть. Не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы раздавать их. Если бы бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как он хочет, чтобы они были издерживаемы, то и дозволил нам иметь их для передачи друг другу. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство расточать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода, или богатства без издержек. Это можно видеть в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой деньги. Один плавает по морю, расточая свои деньги, другой целый год трудится, бросая семена, работая. Между тем, здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни волов впрягать и пахать землю, не беспокоиться о воздушных непогодах, не бояться града. Нет здесь ни волн, ни подводных скал. Это плавание, это сеяние требует только одного. Бросать то, что у тебя есть. А все прочее совершит тот земледелец, о котором Христос сказал, Отец мой делает. Итак, не безрассудно ли предаваться ленности и нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота. И после всего этого еще неверная надежда. Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения. Но оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы достигнуть будущих благ. Благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом, и слава ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.